Привет, красотки и красавчики! Я недавно публиковала на канале видео о бюджетном уходе за кожей тела. Оно вам очень понравилось, судя по отзывам. Именно по этой причине я сейчас снимаю своего рода вторую часть. То есть мы в этом видео тоже будем рассматривать другие офигенные вещи, которые стоят недорого, но при этом ведут себя просто идеально. Они всё так же, как и предыдущие, приехали с магазина Белорис. И, кстати, в этом магазине, оказывается, есть он. Он. Вы понимаете? Этот крем я обычно покупаю в Отсонс в Питере. У меня с его ароматом связана просто тонна позитивных воспоминаний. Так мало того, он идеально себя ведёт на коже, он офигительно увлажняет, и он шикарно пахнет. В прошлом видео мы с вами тестировали похожий крем, назывался Анталаса крем. Более жидкий был, правда, с лимонграссом. Но этот определённо мне нравится гораздо больше. Тот летний, такой лёгенький. Этот подходит для зимы, для осени. В принципе, и летом я его использую. Господи, я не знаю, как описать этот запах, но он пахнет раем. Вот это, наверное, одна из самых приятных от душ, которые я когда-либо пробовала. Мало того, он ещё выглядит как такой йогурт, я не знаю, какой-то сливочный пудинг или что-то подобное. Как вы видите, он более плотный, явно не такой текучий, как Таласа крем. И уходовые свойства у него просто выше всяких похвал. Он быстро впитывается, не ощущается жирным, но при этом ваша кожа становится персиком. Из всего, что мы здесь будем рассматривать, этот крем, наверное, является моим фаворитом, хотя фавориты выделить очень сложно. Мне из того, что мы сегодня будем рассматривать, нравится всё. И всё мне нравится в равной степени. Ну, разве что вот этот крем просто с ассоциациями связан, с приятными, там, ностальгию вызывает. Но остальные все вещи – это просто топ. Это вот лучшее из лучшего. Кстати, говоря о топах, я планирую снять отдельное видео о лучших бюджетных, о лучших и худших бюджетных кремах для тела и скрабах для тела. Это очень приятный клубничный крем, который похож на клубничный йогурт. Я не знаю, как они это делают, но реально большую часть продукции кафе красоты хочется съесть. Запах тут, ну, я думаю, вы сами догадались. Он нежный, он такой сливочно-клубничный. Это явно не химозная душка. Он вас не будет раздражать, он вас не будет душить. Когда вы этот крем на кожу наносите, он очень быстро впитывается, идеально справляется со своей задачей. Даже мою зимнюю такую подсушенную кожу увлажняет. И аромат этот, ну, буквально, не знаю, 10 минут остается на коже, но он едва ощутимый. То есть он явно не такой долгоиграющий, как аромат крема с бурити. Хотя тот тоже явно не такой сильный, как запах крема от Кафе Мими. Типа вот этого крема. Крем-баттер для тела манго и кокос. И пахнет точно так же, как баттер для тела с манго, по-моему, тут назывался, от Кафе Мими. То есть, по сути, наверное, у них отдушка та же самая. Если вы пробовали Angel Cruiser, по-моему, тут назывался, ну, вот та вот летняя звездочка с манго от Мюглера, если вам этот аромат нравился, то это, по сути, тот же самый аромат в форме крема. Запах этого крема будет вас довольно-таки долго преследовать. Он тоже такой взбитый, похож на йогурт, легко распределяется, быстро впитывается. Наверное, не буду это повторять. Ни один крем не оставляет жирную плёнку, и ни один крем не ощущается дискомфортно. То есть он не является каким-то силиконистым, маслянистым, неприятным. Все они делают кожу шелковистой, все они делают её похожей на персик. По крайней мере, так они работают на мне. Ни один из них не разочаровал меня своими уходовыми свойствами. А здесь разница только плотность текстуры и аромат. По сути, они все справляются с задачей одинаково хорошо. Второй крем от того же самого бренда называется Крем Баттер для тела какао и жожоба, и пахнет он шоколадом. Вот реально пахнет вкусной, сладкой, такой подтаявшей шоколадочкой. Как вы видите, его у меня ушло чуть больше, чем у второго, потому что я предпочитаю шоколад запаху манго. Этот крем пахнет точно так же, как мой обожаемый крем от Кафе Красоты Шоколета, который я покупала постоянно в году 2015, потом покупать перестала, но только потому, что я его больше не видела никогда в продаже. И это, ну, по сути, то же самое. Опять же, ностальгия раз и уходовые свойства в комбинации с ароматом делают этот крем для меня идеальным. Давайте, наверное, сразу по всем кремам и крем-баттерам пройдёмся, и потом уже перейдём к скрабам и к другим вещам. Эта вещь называется Эко-лаборатория Крем Баттер для тела интенсивное восстановление. Органическое масло какао и оливы, масло макадамии и ореха куй. Это такой свежий, перетёртый в ладонях травы, и какая-то медуница цветёт. Но этой медуницы здесь гораздо меньше, чем трав. Летний лук. Именно так пахнет этот крем для меня. Его тоже использовала довольно много, потому что меня этот аромат успокаивает. Мне очень нравится наносить его после душа, перед сном. Ещё один товарищ от Эко-лаборатория называется Крем Баттер для тела. Это гладкость и упругость кожи. Этот пахнет парфюмом. Но именно шлейфом парфюма, то есть это не ядрёный какой-то химозный аромат. Он пахнет как гламурная, но при этом милая ухоженная девушка в летний день. Я не знаю, как лучше описать то, что я ощущаю, когда этот крем нюхаю, но мне этот аромат очень нравится. Ещё один увлажняющий Крем Баттер от Эко-лаборатория. Здесь активные ингредиенты органическое масло какао, масло макадамии, экстракт кумквата и лотоса. Да, я собираюсь попробовать все ароматы, которые есть у этого бренда, если вас этот вопрос интересовал. И здесь текстура такая же, как у предыдущего баттера. То есть это довольно-таки плотный крем, совершенно не текучий. И пахнет он очень вкусно. Пахнет реально кумкватом, то есть чем-то таким сладко-цитрусовым. Но цитрусовым больше в сторону цукатов. То есть это что-то такое... Крема наелась. У меня нет крема на гупах. Так вот, пахнет сладкими цитрусовыми цукатами. Аромат у всех этих кремов нежный. Он с вами остаётся, но остаётся ненадолго и не будет вас сильно раздражать. Ещё один мой любимец. И мне честно, вот прямо очень сложно выделить те вещи, которые мне больше нравятся. Потому что когда я о каждом из этих кремов говорю, я понимаю, что он особенный и он мне нравится таким, какой он есть. То есть, да, они все различаются, но всё равно они все классные. По крайней мере для меня. Эта вещь мне особенно нравится своим ароматом. Называется «Кафе красоты». Крем-баттер для тела интенсивный уход авокадо с маслом авокадо, масло ши, масло кокоса и масло какао. Без силиконов и парабенов, естественно, как и вся продукция этих двух брендов. Здесь баттер прямо очень-очень плотный. Прямо вот такой густенький, как масло. Я сижу сейчас минут пять, пытаюсь в голове собрать все мысли и как-то это всё выдать вам и попытаться объяснить, чем же этот крем пахнет. Он пахнет чрезвычайно вкусно, но чем конкретно, это сложно сказать. Да, здесь есть запах свежего авокадо, то есть такой сочный, зрелый, такой жирненький плод авокадо и какая-то ещё свежая, мега приятная мне нота. Может быть, это десерт с авокадо, ну вот что-то подобное. Офигительная вещь! Кафе красоты, крем-баттер для тела охлаждающий. С маслом ши, маслом кокоса, маслом макадамии и ланг-ланга и маслом перечной мяты. По идее, эта вещь должна работать как восстанавливающий крем после солнечных ожогов. Естественно, обгорать я не собираюсь, но просто летом я всегда интенсивно загораю каждый день. И мне нужен такой охлаждающий крем после загара. Здесь натуральные ингредиенты, соответственно, я подумала, что этот крем мне идеально подойдёт. Здесь определённо ощущается мята, но здесь есть ещё что-то цитрусовое, хотя цитрусов я здесь не вижу. Лимон какой-то, наверное, мятый лимон. Это вот главное, что я здесь ощущаю. Мне кажется, для лета такой аромат будет просто идеален. Но здесь нет вот этого запаха лимон-грасса. То есть здесь запах лимона такой, как если бы вы лимон порезали и в чай бросили. Текстура, как вы видите, тоже довольно-таки плотная. Крем легко распределяется, как и все остальные. И довольно-таки быстро впитывается. Господи, как их все приятно распределять по коже. Прямо сразу чувствуется увлажнение. И я не могу сказать, что здесь есть какой-то охлаждающий эффект. Есть приятный увлажняющий эффект, но такого холодка, который был от крема, который мы с вами рассматривали в предыдущем видео, тут явно нет. Боже, какой приятный запах. Есть еще у нас с вами вот такой вот тоник для лица, омолаживающий от Эко-лаборатории. Активные ингредиенты кофеин, масло ЖЖБА, экстракт жасмина и гиалуроновая кислота. Без силиконов и парабенов. Этот тоник использовала, может быть, раз 7 максимум. Он чуть-чуть пощипывает, что заставляет меня его уважать, потому что всегда, если тоники чуть-чуть пощипывают мне кожу, это значит, что они что-то делают. Если они ощущаются просто как вода, то обычно толку от них ноль. Но здесь ощущение от него больше приятное, то есть нет какого-то ядреного пощипывания. В целом, пока сложно сказать, делает ли он что-либо или нет, но раздражение он определенно не вызвал, что является огромным плюсом с моей чувствительной кожей. Аромат здесь тоже свежий, такой цветочный, пахнет весной, знаете, когда все деревья цветут и в воздухе смесь вот этих всех ароматов. Бальзам питательный, активный рост и блеск. С экстрактом пассифлоры, масло какао, масло розмарина и масло иланг-иланга. Каждый раз, когда я эту вещь использовала, мои волосы потом укладывались просто идеально. Кудряшки были разделенные, увлажненные, волосы не пушились, долго держали форму. И кроме того, что я добавила этот бальзам, я больше ничего в своем уходе не меняла. Поэтому тот факт, что волосы изменились в лучшую сторону, а уход помимо вот этого не поменялся, заставляет меня думать, что все дело в бальзаме, соответственно. Пахнет, кстати, он тоже очень приятно. Вообще у этого бренда все одушки мне нравятся. Редко вообще такое случается. Ну, Nubia and Heritage еще, наверное. У них тоже все одушки классные. Но здесь они все приятные, все разные, и нет вот этого химозного ощущения, которое я ненавижу. Вы также меня просили в видео показывать не только мыло кусковое, но и гели. Гелями для душа я не пользуюсь. Но я выбрала вот эти вот два геля, судя по отзывам, потому что многие люди писали, что в восторге от этих гелей. Я подумала, что для тех из вас, кто гели любит и использует, эта информация может быть полезной. И я не ошиблась. Даже несмотря на то, что я гели не люблю, я этими гелями пользуюсь сейчас. Они пахнут просто шедеврально. В особенности меня удивил вот этот гель. Я даже запостила его в сторис, в инстаграм. И готова петь ему оды, потому что такого аромата я больше в своей жизни не встречала. Называется он Cafe Mimi. Гель для душа, юзу и фейхоа. Никогда я юзу в жизни не видела, но я так подозреваю, что именно юзу дает этот запах. Фейхоа я ела, поэтому я знаю запах фейхоа. Да, он здесь есть, но мне кажется, вот этот вот цитрусовый какой-то кислый слюновыделительный аромат доминирует. И поэтому гель идеально освежает. То есть, когда вы его используете, вы сразу чувствуете бодрость, вы просыпаетесь. Я его очень люблю утром использовать, потому что зимой утром у меня проснуться. Это просто невероятно сложно. А с этим гелем я сразу как-то открываю глаза, смотрю по сторонам и думаю, о, новый день, я готова, вперед к свершениям. Пена есть, но она не такая ядреная, как у La Petite Marslier, либо там Palma Leafy и так далее. Но мне пены достаточно. И второй гель из той же самой серии, который пахнет так же вкусно, но по-другому. То есть, он мне тоже нравится, но он совершенно из другой оперы. Это для любителей сладкого. Пахнет он гуавой и клубникой. Собственно говоря, так и называется гель, да, душа гуавы и клубника. Это тоже рай, но это другой рай. Это, наверное, рай перед сном, какой-то романтический рай. Сладкая клубника. Я бы даже сказала клубника со сливками. Но это не химозная клубника со сливками. Это именно вот настоящая клубника. Возьмите сливки, возьмите клубнику, взбейте это в блендере. Окуните свое лицо в ту емкость, где вы это взбили. Понюхайте. Вы узнаете, как пахнет этот гель. Если любите клубнику, вы определенно будете в диком восторге. Я думала, у нас кремы закончились, но нет. Еще два осталось, но это не кремы. Это лосьоны. То есть, они более жидкие, текучие. Первый от Эко-лаборатории. Называется кондиционер для тела тайская манго, масло миндаля и жжоба, растительные протеины. Ультрапитательный. В отличие от крема с манго, вот от этого, от Кафе Мими, здесь аромат манго гораздо более реальный. Если вы когда-либо такой не совсем спелый плод манго разрезали, вы знаете, что он пахнет смесью травы, елки и фрукта. То есть, смесью чего-то травянистого и запаха манго. Вот здесь то же самое. Но мне лично этот аромат даже больше нравится, чем аромат манго. То есть, вот такой вот ядреный. Да, мне нравится мой Angel Cruiser, который пахнет сочным манго. Но это парфюм. А на своем теле такой прямо сильный запах манго я ощущать не люблю, потому что я крем использую и на ночь. И, соответственно, когда ты ночью пахнешь как манго, который там источает аромат на 2 метра, ну такое себе на любителя. Да, он сладкий, да, он сочный, но он такой мягкий. Вот прямо мягкий, обнимающий, приятный аромат. Этот понравился даже моей маме, хотя она обычно любой крем с одушкой бракует, говорит, нет, он слишком сильно пахнет, он меня бесит. Этот ее не бесит. Уходовые свойства идеальные, быстро впитывается, он нежный такой. Сейчас, секундочку. Но не текучий, то есть он не такой уж жидкий, несмотря на то, что это лосьон. Пахнет просто шикарно. И еще одна вещь, это кафе красоты, крем-суфле для тела, витаминный. Сок груши, экстракт карамболы и масло корня ветивера. Текстура тоже довольно-таки плотная, то есть вещь не текучая и пахнет по большей части грушей. Грушей вкусный такой, реальной грушей. Я бы даже сказала, какой-то лесной. Знаете, есть такая маленькая лесная груша, которая очень сильно пахнет. Дичка, по-моему, называется. Мы в первом видео про уход за телом рассмотрели с вами уже один из таких скрабов. Он мне дико понравился. Именно по этой причине я решила попробовать все ароматы, которые есть в линейке. По крайней мере, все ароматы, которые были на Белорис. Все эти скрабы сахарные, они очень приятные. Они именно то, что нужно. То есть они не царапают вашу кожу, но при этом это не какая-то рыхлая, желеобразная масса, которая ничего не делает. Сахар скрабирует кожу, но он растворяется. И внутри есть, видимо, какое-то масло, которое позволяет даже не наносить крем, когда вы этот скраб использовали. Именно поэтому они мне так нравятся. И ароматы здесь... Ну, каждый из вас найдет здесь что-то для себя, уж поверьте мне. Первый из них называется скраб для тела увлажняющей гладкости, нежности кожи. Упаковка внешняя точно такая же, как и у крема, который мы с вами рассматривали. И пахнет точно так же. Также вкусной клубникой, натуральной, сочной. Так и хочется этого скраба зачерпнуть и съесть. В прошлом видео мы рассматривали точно такой же крем для тела. Называется он витаминной молодости, сияния кожи с экстрактом маракуйи, масла грецкого ореха и масла ши. И скраб пахнет точно так же. То есть пахнет как рай. Пахнет маракуйи, сочно, фруктово. Напоминает о лете, о отпуске, о теплых деньках, о загаре, о купальниках. Господи, какая прелесть. Вот хочется реально сидеть его и нюхать. Знаю о том, что за окном зима, холод, ветер там заварит. Третий скраб это антицеллюлитный, упругость и молодость кожи. Никогда не верю в то, что скраб может быть антицеллюлитным. Антицеллюлитным может быть только ваш стиль питания и ваш график тренировок. Больше антицеллюлитного ничего в этом мире не существует. Ну и еще может быть как дополнение сухая щетка для тела. Текстура точно такая же, как и у всех предыдущих скрабов. Поэтому еще раз это подтверждает, что ничем он от них не отличается. Ни с каким целлюлитом не борется. Но очень приятно работает, ухаживает за вашей кожей и пахнет грейпфрутом. Сочная и так бодрящая. И последний скраб из этой линейки называется скраб для тела питательный, мягкость и пархатистость кожи. Опять же мне очень сложно определиться. Мне не нравятся все. Вот просто все. Они все разные, они все классные. Но этот занимает особое место для меня. Потому что я обожаю отдушки с шоколадом. И здесь это реальный шоколад. Благовония. Называются они Тубероза Flora Incense Sticks. Возможно, я вам никогда об этом не говорила, но я люблю индийские благовония. Но не всегда они приятно пахнут. Часто, когда вы начинаете их сжечь, они начинают чидить, то есть вонять чем-то горелым. И тот аромат, который есть в упаковке, не всегда совпадает с тем, что вы получаете, когда вы начинаете эту вещь сжечь и использовать. И здесь аромат меня более чем устроил. Я уже две палочки использовала. Не могу сказать, что прямо пахнет Туберозой, но аромат здесь натуральный, такой древесно-цветочный. И он точно таким же остается, когда вы эту вещь используете. По крайней мере, я не задыхалась, когда эти палочки сжигала. И мне в целом очень понравилось, как пахло в помещении после их использования. Чуть не забыла вот этого вот малыша показать, но он реально достойно вашего внимания. Называется «Кафе красоты» сыворотка для кожи вокруг глаз. Дневной уход, свежесть и сияние. До этого момента я не использовала отдельно кремы для глаз. Точнее, я использовала в году в 2015-м, в 2016-м. Потом я как-то никакой разницы не увидела. Мне было лень каждый раз отдельно крем на глаза наносить, на лицо. Поэтому я тупо наносила крем для лица под глаза и на глаза. И на этом успокаивала всегда. Но мне было очень интересно попробовать эту вещь. И мне кажется, есть смысл этой штуковиной пользоваться. Здесь всего 30 мл. Но учитывая то, что это гель вокруг глаз и для глаз. Ну, это сыворотка, но гель по сути. Потому что внутри там гель такой полупрозрачный, легкий. Так вот, эта вещь, эта сыворотка, очень быстро впитывается. И мне кажется, делает вашу кожу вокруг глаз более отдохнувшей и более нежной. И последняя вещь, которую нам с вами осталось рассмотреть. Это не уходовая косметика. Это та помада, которую вы сейчас видите на мне. Первую свою помаду Artvisage я купила в Питере. Был там номер 704. Это номер 702. Называется, кстати, она Artvisage Matte Look. И это одна из самых офигительных матовых помад. Ту помаду я купила, по сути, просто так, ну, для ревью. То есть, мне было интересно, что там за формула. Я выбрала самый нейтральный, на мой взгляд, оттенок. То есть, который будет максимально интересен большинству из вас. И закончилось все тем, что я эту помаду ношу просто постоянно. И я подумала, что есть смысл, наверное, попробовать нюдовый оттенок. То есть, коричневый нюд, который тоже большинству из вас может быть интересен. И еще раз вам рассказать о том, как сильно мне эта формула нравится. Если вы предпочитаете те помады, которые ощущаются как Maybelline Creamy Matte, то есть, которые такие силиконовые и скользят по губам, вам эта вещь не понравится. Потому что она суховатая. Она больше всего по своей формуле и по текстуре вообще напоминает мне помаду Goche. То есть, она может за собой ваши губы при нанесении тянуть и ощущаться поначалу суховатой. Но это абсолютно не влияет на ее комфортность. То есть, после того, как вы ее нанесли, она не сжимает ваши губы, то есть, не превращает их во что-то сухое такое и неприятное. Она очень равномерно распределяется тонким слоем, что важно. То есть, она вообще не ощущается на губах. И она мега стойкая. С ней можно есть, разговаривать. И в течение всего дня она на губах выглядит идеально. Именно поэтому она мне по большей части нравится. Из-за ее комфортности, из-за ее стойкости. По стойкости она сравнима, разве что, наверное, с красными помадами L'Oreal Exclusive Collection Reds, которые я как раз люблю по той причине, что они остаются на губах в идеальном состоянии до конца дня. Это делает то же самое. Пахнет какими-то детскими карандашами для рисования, но запах очень удаленный. Если у вас есть какой-то любимец, который мне не знаком, пожалуйста, расскажите мне о нем внизу в комментариях. И также, если вы пробовали какой-то отвратительный, прямо вообще ужасный скраб или крем, то уже, пожалуйста, расскажите нам об этом внизу в комментариях. На этом я буду завершать свое видео на сегодня. Спасибо огромное за просмотр. Всем отличного настроения. Улыбайтесь чаще. И до скорых встреч. Пока.